Привет, дорогие друзья, дорогие зрители, ну и чудо-комментаторы моё отдельное. Вам здравствуйте! Поговорим о Гранденика-влог. Но первое, что хочу сказать, наткнулась на ролик, где Бубочка нежится в последних солнечных лучиках. Такой мимимишный весь и хочется сказать злый день. Ну, пожалей нас, остановись, хватит играть на камеру. Хватит вот этой всей постановы. Такое ощущение, что он пересмотрел каких-то романтических комедий и мнит себя героем-любовником. Ребята, ну так это в реальности убого выглядит, ну аж до слёз. Но слёзы именно от смеха. Следующий момент, там, где Надя передала две сумки с едой, и, вернее, сумку с едой, там были две наклейки, да, как Коленька сказал. Две Коли. Вот две Коли. Я так и поняла, что, походу, Коля видит себя не два Коли, а две Коли. Поэтому, да, походу, Коля у нас теперь женского рода. Вот так вот, ребята, всё-таки бывает. А дальше мальчик сетовал о том, что никто его не встречает. Представляете, не выбежали, фанфары не звенят, дифирамбы никто не поёт. Красную дорожку перед царьком не простелили. И Коленька вынужден тяжести тянуть сам. Даже бросил сумку и побежал в шоке искать, где же папе, где же бабушка, где все, что мальчишке приходится вот так перетруждаться, тянуть какие-то непонятные сумки. Ребята, очень смешно, но со стороны действительно убога. И что самое парадоксальное, да, Коля приходит, постоянно снимает, конечно же, папи. И уже сама бабушка Ольга Леонтьевна делает акцент, да, кидает ему намёки, что папе пора помогать. Потому что, действительно, человек в возрасте, да, уже где-то тяжело, где-то помощь, нужно что-то поддержать, подать. Но Коля всегда это всё пропускает мимо ушей. Где какая-то физическая нагрузка, а где реально Коленька. Коленька. И вот реально не будет никогда этот лентяй недотёпа ничего помогать. Его к этому не приучили, этому не научили. Он в родителях видит, походу, только прислугу и не более того. И мне вот интересно даже, да, кто и когда вот так его избаловал. Кто и когда вот такое в него вложил, вот это завышенное самомнение, такую какую-то, ну, я не знаю, женскую вот такую, женскую натуру, ребят. Вот так это для меня выглядит. Следующий момент, я просто офигела, когда бабушка ему говорит о том, что я упала, да, или чуть не упала. А Пупсик в ответ, да, ей отвечает, что много, ты говоришь, вот, настоящая истинная любовь Коленьке. То есть, думаете, да, человек ему пожилой говорит, что я чуть не упала, он ей закрывает рот, типа, много говоришь, молчи и никуда не лезь. Ну, и опять-таки, следующий ролик, это, конечно же, приезд света. Вот там действительно все радовались. И Пупсик, и Самвел, их мама-кормилица приехала, а то оба уже, походу, от голода пухнут, потому что света нет. И вот что самое парадоксальное, жесть, человек с самолета хочет побыть в кругу семьи, в кругу родных людей, близких. А здесь Самвел. И, вы знаете, хотя бы какие-то рамки приличия соблюдал. Вот просто навязывает, да, этого Самвела везде и вся. И вот парадокс в том, что, как Коля сказал, у него не было возможности заехать за папой, потому что он приехал сразу после лицея. Но заехать за Самвелом у него эта возможность, оказывается, нашлась. И вот в этом весь Коля. Я даже не понимаю Самвела, да, вот каким боком ты понимаешь, что человек соскучился за семьей, соскучились люди друг за другом и хотят побыть наедине, да, вот именно в домашней атмосфере, в домашней вот своей обстановке. Но нет, Самвел уверенно туда прется. У меня сразу возник вопрос, а где Татьяну Васильевну потеряли? Ну, если уже так, то так, уже по маму туда привезли. Она бы борща поела, оливье там посербала, и все было бы хорошо. Но ведь, ребят, реально правда, да, то есть каким боком Самвел вообще к этой ситуации? Но привезли Самвела, он тоже, конечно же, обнимает свету, все радостные. Следующий перл от Коли, это что его мама метр с чем-то ростом. Обнять и плакать. Коля просто браво. И вы знаете, что самое парадоксальное? Вот приехала мама, явно она хотела видеть не Самвела среди встречающих, а явно своего мужа. Но у Коленьки до папи не дошли руки. Главное Самвелку прихватить и, конечно же, бегом встречать маму. Следующий момент, который обратила внимание, да, Коля, конечно же, рассказал нам всем, что он сделал себе дорогой подарок. Это он купил эполовские часы. Да, они не дешевые, они дорогие. Это шестые с наворотами. Там, ребята, есть даже GPS. То есть, когда где-нибудь Коленьки головку пригладят, там, я не знаю, это бьют, куда-нибудь завезут, пакостники такие выкинут, Самвелка его именно по GPS этому и будет искать. Где же Коленька там, в каких катакомбах находится. Обязательно, опять-таки, для нас очень важно озвучить все стоимости маминых подарков. Без этого мы никак не обойдемся. Мы обязаны это знать. Но вы знаете, ребят, с другой стороны, настолько это противно. Ну, фу, как хвастовство, да. Типа, посмотрите, какой я. Как я, типа, лакшери живу. Ну, честно, ну, смешно и убого. Особенно, когда реально ты на это не зарабатываешь, а тебе это покупает кто-то. Ну, дальше Коленька рассказал, показал очередной браслетик. Рассказал, какая у этого браслетика вязкая. Здесь мне стало, опять-таки, смешной. Хочется сказать. Коля, вязка у собак, у браслета плетение. Жесть, скоро бубочка, как новогодняя елка. Ребят, с этими браслетиками уже будет ходить, блестеть и сверкать. Настолько, я не знаю, он свою ручку, как показал. Ну, вот такая, знаете, изящная дамская ручка. Вся увитая браслетиками. Ну, прям гламурный-гламурный мальчик. Далее, да, интересный момент, который я посмотрела. Как Самвел, конечно же, начал стебать Ольгу Леонтьевну, когда она мерила очки. Ребята, там я была в шоке. Особенно, когда он начал цитировать басню «Обезьяна и очки». Вот вы знаете, настолько это ужасно, настолько мерзко. И все сидят и делают вид, что не понимают, о чем идет речь. Все включают дураков и вот думают, да, вроде бы в семье два мужика. А где эти мужики? Самвел постоянно застирает их женщин, их мать, их бабушку. И все это говно с себя стирают. И вы знаете, особенно непонятна реакция Коленьки, которого бабушка по факту и вырастила. И он готов, я не знаю, сам еще или добавлять на свою бабушку говно, лишь бы на этом делать контент. И, конечно же, в угоду Самвелла. Ребята, ну ужасно, когда внук настолько неблагодарен. И поражают меня действительно те люди, которые пишут, какой колясенько внук и как он любит бабушку. Вот как он любит бабушку. Он бабушку любит исключительно для контента. И в хорошего, заботливого внука играет опять-таки для всех видосов, чтобы с этого заработать. Ребята, ну вы знаете, самое страшное было дальше. Вот это действительно было очередное пробитое дно от Грандиника. Когда Самвелл спросил у Ольги Леонтьевны, где ее трусы, давайте мерять. Я вообще, я сидела просто пришибленная. Я вот сидела и не представляла, как можно человеку в ее года вот такое подобное произнести. И вот у меня возникает вопрос, кто вообще в адеквате в этой семье, Ольга Леонтьевна или Самвелл? Ну, по-моему, Самвелл там абсолютно неадекватен, там реально дырка в голове. Но когда еще и пупсик начал этому подыгрывать, это поддерживать, я сидела пришибленная. И вы знаете, думаю, нормальный бы мужик, вот представьте, да, какой-то приехал Самвелл к вам в дом. И вот такие гадости говорить на вашу бабушку. Как бы вы отреагировали? Ну, я думаю, телефон бы ему вратяку засунули так, для эффекта, чтобы он осознал, что делать можно, а что нельзя. Кого можно стебать, а кого нет. Простите, но он не стебет своего сверстника. Он стебет человека, который в годах. И где вообще уважение хотя бы к возрасту? И в следующий момент, почему бы Самвеллу не поехать маме, трусы, не привезти и не устроить нам прилюдную примерку? Мы бы посмотрели, а почему нет контент. И когда Коля начал его в этом поддерживать, ребята, я сидела пришибленная. Думаю, да, когда вот он превратится в мужика? Но я понимаю, что никогда он этим мужиком не будет. Если он вот так вот позволяет засирать пожилого человека, свою бабушку, которая его вырастила. И где там забота любящего внука и проявление этой любви? Ребята, для меня остается за гранью. Неужели вот кто-то, кто ему этого пишет, да, какой он хороший внук, хотел бы быть его бабушкой? Вот на секундочку. Вот мне интересно, да, они кричат, что Коля молодец, Коля золотой. Представим себя на месте Колиного бабушки. Вот так бы приезжал Самвел, каждый раз вас стебал, а ваш внук бы сидел и молча это хавал. А почему? Потому что деньги не пахнут. Коля не привык работать. Коля никогда не будет работать. Он не хочет этого делать. Ему плевать, как будет засираться вся его семья, его бабушка. Как будет его засирать, потому что деньги не пахнут. Простите, но где физический труд, нагрузка, найти работу, удержаться на работе, да, развиваться как-то в этом направлении. Где телефон, который ты взял в камеру и получил гарантированные деньги. И пупсик по этому поводу даже не перенапрягается. Опять-таки, ребята, да, вот смотрю и думаю, на тебя льют дерьмо. Но не только на тебя, на твоих близких и родных. А вот опять-таки, деньги не пахнут. Готовы что угодно из себя стирать, лишь бы не выбесить, да, не разъярить Самвелку. И даже бабушку здесь как бы спокойно приносят ему жертву. То есть, хочешь стебать, стеби, делай что угодно, лишь бы ты был доволен и счастлив. И все делается для Самвелла. Но, конечно же, для Самвелла благодаря Коленьке. Потому что, в первую очередь, они делают это для своего сына, понимая, что он не в состоянии никак реализоваться, кроме как на ютубе. Ну, вот так, ребята, сегодня это выглядело для меня. Продолжение следует. Всем пока, до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok